Здравствуйте! Опытные садоводы и огородники уже полюбили сидираты. Ну а для новичков я скажу, что сидираты – это зелёные удобрения. Это растения, которые за короткий срок быстро наращивают зелёную массу. Зелёная масса сочная, и растения эти имеют хорошую корневую систему. Сидираты нам нужны для того, чтобы улучшать структуру почвы, для того, чтобы обогащать её органическими веществами и даже минеральными веществами. И сидираты – это хорошая замена, полноценная замена тому же самому навозу. Ну, вот придёте вы в магазин, сидиратов много. И любимый сидират, ну, наверное, не любимый, а самый известный сидират – это горчица. Горчица всем хороша, но у неё есть один большой недостаток. Садовый декор для загородных участков на hitsad.ru Горчица – это растение семейства крестоцветное. И если вы посадите горчицу после крестоцветных, то есть после редьки, редиски, дайкона, капусты, то все болезни, которыми болеют крестоцветные, горчица примет на себя. Плюс к тому же останутся там и вредители. И достойная замена горчицы – это сидират фацелия. Фацелия ещё не очень известна нашим огородникам и садоводам. Но вот это вот особый сидират, о котором я сегодня хочу вам поподробнее рассказать. Фацелия – растение семейства Бурачниковых. Её можно сажать как предшествующую культуру под любую культуру. И фацелию можно сажать после любой культуры. Фацелия за 40-45 дней наращивает отличную зелёную массу. Растения сочные, растения с очень мощными корнями. Фацелия любит лёгкие почвы. Но если почва тяжёлая, если почва малоплодородная, то фацелия будет сама трудиться для того, чтобы улучшить эту почву. Фацелия наполняет почву азотом. И на фацелии прекрасно размножается вся почвенная микрофлора. Я говорю именно о почвенных микроорганизмах, которые улучшают структуру почвы. Фацелия, так как это быстрорастущий сидират, можно сажать с ранней весны до осени. Причём она выдерживает заморозки до минус 9 градусов. Фацелия цветёт. И цветёт она очень красиво. И когда вы садите фацелии в ваш участок, он ещё и будет не только улучшаться, но он будет и выглядеть очень хорошо. И фацелия – это отличный медонос. Фацелий можно задернять приствольные круги плодовых деревьев. Тогда, во-первых, туда прилетят пчёлы. И уже научно доказано, что запах фацелии не любят листовёртки и плодожорки. То есть это ещё и защита сада от таких вредных насекомых. Фацелию можно выращивать в качестве корма для сельскохозяйственных животных. Фацелия убивает патогенную микрофлору. Главное, она очень сильно подавляет возбудители фитофтороза и сильно подавляет возбудители серой гнили и корневых гнили. Поэтому, когда вы выращиваете помидоры, особенно если вам нет возможности соблюдать полноценный севооборот и приходится несколько лет подряд сажать помидоры на одном и том же месте, когда вы только убираете помидоры, сразу же засаживаете участок именно фацелии. И фацелия очень хорошо идёт для закладки под клубнику. Фацелия вообще под любую культуру. И хороша она ещё и тем... Садовый декор для загородных участков на hitsad.ru Её можно сажать не на пустых участках под какую-то культуру, а можно сажать ещё её и между культурами. И она также окажет хорошее влияние на растения, которые растут рядом. Единственное, я бы не рекомендовала сажать фацелию рядом с портенкарпическими огурцами, потому что сразу же на фацелию прилетят пчёлы, а им всё равно, что обследовать. Они обследуют и фацелию, и цветки огурцов. И вот если есть и портенокарпики, и пчелоопыляемые огурцы, они могут занести пыльцу с пчелоопыляемых огурцов на портенокарпики, в результате получатся кривые огурцы. Если вы ещё не подружились с фацелией, обязательно посадите, потому что если вы раз посадите её, то от неё вы уже не откажетесь. Надеюсь, мои советы помогут вам оздоровить почву с помощью фацелей. Ну, а о других седиратах поподробнее я расскажу в следующий раз. Друзья, подписывайтесь на Хитсад ТВ на Ютьюбе, канал для дачника и садовода.